МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Тема дня» в студии Кристины Матвеева. Работу судебных приставов – профессия не из легких. Каково это справляться с потоком должников и работать на благо общества? Вас сегодня расскажет моя гостья, руководитель пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Лилия Халимова. Лилия Ренатовна, здравствуйте! Здравствуйте! Известно, что ранее условия в нижнекамских отделениях вызывали неоднократно нарекания со стороны граждан. Как сейчас изменилась ситуация? Действительно, ранее нижнекамцы выстраивались в порядке живой очереди в оба отдела, которые принимали в единые дни. Нижнекамцы ожидали своей очереди в узких и плохо освещенных коридорах, что, естественно, вызывало с их стороны нарекания. В настоящее время благодаря модернизации предусмотрены все условия для их комфортного пребывания. Новое помещение в два раза превышает предыдущее. И помимо капитального ремонта предусмотрены просторный холл, это инфоматы и, соответственно, комфортные места для ожидания. Ранее очереди многочасовые являлись основной из главных проблем. Сейчас как-то изменилась ситуация в лучшую сторону? Приходится ли людям столько же стоять в очередях, чтобы дождаться приема к судебным приставам? В настоящее время определен четкий алгоритм порядка приема граждан. И в отделениях приемные дни ведутся в разные дни. Как раз таки с целью минимизации возникновения очередей. Надо сказать, что приемный день в отделении судебных приставов номер один проводится во вторник с 9 до 13 часов и в четверг с 13 до 18 часов. Отделение судебных приставов номер два ведет приемный день в среду с 13 до 18 часов и в пятницу с 9 до 13 часов. Записаться можно на официальном сайте службы и прибыть уже в установленное время, не ожидая своей очереди. Информат же не предусматривает предварительную запись. И взяв талон, граждане могут ожидать своей очереди, которая автоматически определяется информатом. Информат выдает 125 талонов в приемный день всего. В приемный день отделениями судебных приставов принимается более чем 200 граждан. Для людей, которые не знают, как правильно записаться на прием к судебным приставам, расскажите, пожалуйста, схему, как все это происходит, как все это делается посредством интернета. Действительно, записаться на прием легко и просто с помощью официального сайта Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Татарстан. Это можно сделать как на главной странице, запись на личный прием, так и через раздел сервисы. Ознакомившись с порядком записи на личный прием, необходимо выбрать авторизацию, но для этого важно быть зарегистрированным на сайте госуслуг. Далее заполнить электронную форму и выбрать записаться на прием. Соответственно, мы выбираем нужное нам подразделение, в нашем случае это Нижнекамские отделения, и необходимого нам сотрудника. При этом рекомендуется выбрать желаемую дату, в противном случае система определяет свободное время автоматически. Далее на указанный адрес электронной почты уже будет направлена копия талона подтверждения. И перед приемом на месте необходимо его предъявить вместе с паспортом. А также хочется обратить внимание, что личный прием проводится при наличии у граждан средств индивидуальной защиты. Лилия Ленатовна, скажите, пожалуйста, без предварительной записи можно попасть на прием? Без предварительной записи ежедневно дежурным сотрудникам осуществляется прием граждан по социально значимым вопросам, которые требуют оперативного решения. Таких как снятие ареста с денежных средств, это снятие запрета на регистрацию имущества, расчет задолженности по алиментам и снижение размера удержаний из доходов. По всем остальным вопросам запись к дежурному сотруднику также осуществляется легко через официальный сайт. Известно, что ранее ставил вопрос о пополнении кадрового резерва. Как можете это прокомментировать? И есть ли необходимость о новых сотрудниках именно в Нижнекамском отделении? В настоящее время действует федеральный закон номер 328 от 1 октября 2019 года о службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации, который предусматривает установленные профессиональные требования к работникам, также предоставляет необходимый правовой инструментарий для качественного выполнения служебных задач и, соответственно, соблюдения прав сторон исполнительного производства. В настоящее время в двух отделениях судебных приставов несут службу порядка 15 судебных приставов-исполнителей и в настоящее время проводится активная работа в части полноценного наполнения кадрами. Лилия Гринадовна, ну с какими чаще всего вопросами обращаются нижнекамцы к судебным приставам? Чаще всего нижнекамцы обращаются к судебным приставам по вопросам снятия ограничительных мер. То есть это снятие ареста с денежных счетов, это снятие запрета на регистрацию имущества. Также один из частых вопросов является, в результате чего возник долг. И в таком случае хотелось бы напомнить гражданам о том, чтобы своевременно проверять и погашать задолженности на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Татарстан в разделе «Банк данных исполнительных производств». В данном разделе достаточно ввести фамилии, имя, отчество и дату рождения. Соответственно, данный сервис позволяет оперативно получить информацию о задолженности, размере и категории. Также есть мобильное приложение ФССП, которое не только позволяет оперативно получить информацию о долге, но и подписаться на уведомления о появлении новой задолженности или изменения в имеющихся. Также можно с помощью сервисов платить задолженность в режиме онлайн, либо распечатать квитанцию для последующей оплаты долга. И хочется также отметить, что за 7 месяцев этого года о своих долгах на сайте узнали более 440 тысяч татарстанцев. И в этом году более чем в два раза отмечается увеличение количества скачанных квитанций для последующей оплаты долга. Правильно ли я понимаю, что не обязательно приходить в отделение судебных приставов, чтобы оплатить какие-то долги? Оплатить долг можно с помощью банк данных исполнительных производств, имеются все платежные системы, либо через мобильное приложение ФССП России. А также распечатав квитанцию, можно оплатить непосредственно в банке. Сколько всего взыскано судебными приставами в Нижнекамске и какой долг на сегодняшний день вообще существует? Есть такая цифра? Всего с начала этого года в результате мер судебных приставов взыскано свыше 800 миллионов рублей. Из них 194 миллионов – бюджеты все уровни. Также на контроле находится взыскание задолженности по алиментам и зарплате. Хочется отметить, что в результате мер судебных приставов двумя отделениями судебных приставов взыскано 6 миллионов рублей алиментов и 16 миллионов рублей недополученной оплаты труда в пользу работников. Расскажите, пожалуйста, какие меры применяются к должникам? Для принуждения неплательщиков исполнять законные требования законодательством установлен комплекс мер. Таких как арест и изъятие имущества, запрет на регистрацию имущества, ограничение в праве управления транспортным средством, запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Помимо того, к должникам также могут применяться меры административного и уголовного воздействия. Вы упомянули о том, что некоторые должники не имеют права выезжать за пределы Российской Федерации. Каков должен быть долг, запрещающий покидать страну? Пороговая сумма, при которой судебный пристав выносит постановление о запрете на выезд за пределы России, является 30 тысяч рублей. Однако по определенным категориям задолженности эта пороговая сумма составляет 10 тысяч рублей. Например, при долге по алиментам и определенным другим категориям. А также, в случае, если неплательщик не погашает задолженность в течение двух месяцев, также пороговая сумма снижается и составляет уже 10 тысяч рублей. Чаще всего за что бывают долги у граждан? Наибольшее количество исполнительных производств, которые находятся у нас на исполнении, они касаются взыскания налогов, штрафов и кредитов. Вопрос от нашей телезрительницы. Моей дочери 17 лет, она учится в колледже. До скольки лет бывший муж обязан ей платить алименты, учитывая, что она студентка? Ну, надо отметить, что достижение ребенком совершеннолетия от уплат алиментов не освобождает. Еще один вопрос от нашего телезрителя. Родители женаты, но в квартире живет только мама, платит за нее тоже только она, хотя отец в ней прописан. Можно ли взыскивать с него часть долга оплаты за квартиру? Квартира не приватизирована, и на сегодняшний день долг по квартплате составляет 30 тысяч рублей. Надо отметить, что принудительные меры судебных приставов проводятся на основании решения суда. Соответственно, для детального разбора данной ситуации просьба обратившейся оставить контактные данные в редакции, для того, чтобы мы потом могли рассмотреть ситуацию и проконсультировать. Ну, то есть, с такими вопросами часто обращаются, да? В данном вопросе, к сожалению, недостаточно данных, чтобы однозначно ответить, есть ли у нас исполнительное производство в отношении нее и, соответственно, другие данные. Лидия Ринатовна, спасибо, что вы нашли время приехать в Нижнекамск и подробно рассказать нашим телезрителям о том, как и в чем заключается работа судебных приставов. И у меня небольшая просьба, обратитесь, пожалуйста, к нашим телезрителям с тем, как правильно и вовремя платить нужно по счетам. Да, хотелось бы напомнить гражданам, своевременно проверять и погашать задолженности на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Татарстан с помощью Банк данных исполнительных производств. Также можете скачать мобильное приложение ФССР России, которое также позволяет оперативно получить информацию и подписаться на уведомления о новых задолженностях. Большое спасибо, надеюсь, что вы приедете к нам еще не раз. Спасибо. Это была программа «Тема дня» и моя гостья, руководитель пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Татарстан, Лилия Халимова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова